РАМИ БЛЭКТ Алхимия общения. Искусство слышать и быть услышанным. В этой удивительной книге автор, с подкупающей открытостью, легкостью и мудростью, делится своими знаниями и опытом. Учит забытому искусству слушать, слышать и быть услышанным. Все изменения к лучшему, как в духовном, так и материальном отношении, начинаются с того, что мы учимся понимать, принимать, слушать и слышать себя, окружающих людей и информацию. Умение слушать легко и быстро пробуждает наше истинное Я, делает жизнь осознанной, а ведь именно осознанность – одна из главных составляющих счастливой жизни. Благодаря умению слушать, человек становится искусным во всем. 15 миллионеров, отвечая на вопрос, благодаря чему они достигли успеха, поставили на первое место умение слушать. Если вы хотите изменить свою жизнь, начните жить осознанно. Научитесь слушать себя, свою интуицию. Не ум, не эго, а именно интуицию, глаз души. Ведь наш ум постоянно занят болтовнёй, сожалением о прошлом, самоправданием. И если мы приучимся успокаивать наш ум, то никогда не будем ошибаться, ведь душа знает всё. Предисловие. Несколько лет назад в Финляндии я подарил диск со своими семинарами одному очень успешному бизнесмену. Через несколько часов он позвонил мне и с большим воодушевлением стал благодарить за этот подарок. В это время он был в дороге и послушал несколько семинаров и лекций. Особенно он благодарил за семинар, на основе которого написана эта книга. Говорил, что его нужно слушать всем. Кстати, несколько человек мне писали, что эти знания нужно включить в обязательную программу, преподаваемую в школах и институтах. Что если бы он знал всё это раньше, то не совершил бы ряд ошибок в бизнесе и личной жизни. Мне было важно и приятно услышать это именно от него, человека высокой внутренней и внешней культуры, образованного, имеющего богатый опыт общения с мастерами. Также он сказал, что планирует дать эти знания всем своим топ-менеджерам и руководителям департаментов и филиалов. И я вспомнил то время, когда сам загорелся этими знаниями. Это было около 12 лет назад, в 1997 году. Именно тогда я прочитал одну интересную и познавательную книгу «Забытое искусство слушать» Меделин Бреклин Аллен. Если вас заинтересует эта тема, то в первую очередь я бы рекомендовал вам прочитать именно эту книгу. Хотя, к сожалению, она давно не переиздавалась. И сделал ряд открытий, ставших для меня впоследствии большим подспорьем во многих сферах жизни. Позже я прочел много книг и статей западных психологов на эту тему. Но по большому счету они говорили о том же. То есть это была не единственная хорошая книга, посвященная психологии общения. И я не обратил бы на нее столь пристального внимания, если бы не увидел, как эти знания работают на практике, в моей жизни, в жизни моих друзей и знакомых. А это для меня очень важный показатель. Особенно мне запомнился случай с моим приятелем. Он с отличием окончил школу и высшее военное училище. Был довольно практичным человеком, но, к сожалению, имел серьезные проблемы по части коммуникации с окружающими. И в личной жизни его преследовали неудачи. И вдруг я заметил, что во всех сферах его жизни происходят значительные изменения к лучшему. А его способность вести переговоры, общаться с другими людьми начала вызывать уважение. Я отметил для себя, что он очень четко следует основным указаниям, данным в этой книге. Сейчас он счастливо живет со своей семьей в Австралии. В последующие годы я прочел много книг и статей об эффективном общении, прослушал много семинаров по этой теме и всегда старался практиковать эти знания. Что-то из прочитанного было отброшено мной из-за непрактичности. Что-то добавлено на основе жизненного опыта. И в результате я разработал свой собственный тренинг по данной теме, получив за него много теплых отзывов. В нем я попытался совместить современные психологические наработки и восточную мудрость. Ведь знания этой темы являются необходимым условием для быстрого прогресса в духовной и материальной сфере жизни. Эта небольшая книга является несколько сокращенной и доработанной печатной версией этого тренинга. В ней я постарался сохранить разговорный стиль. Надеюсь, он будет понятен русскоязычным читателям. Очень надеюсь, что эти знания будут полезны и интересны вам и вашим близким. С любовью, Рами.